Член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный сегодня, как это и заведено в декабре, подвел вместе с журналистами итоги года. Он для сенатора прошел весьма насыщенно и в России, и на международной арене. В этом году Сергей Фабричный, как участник сенаторского совета по газификации, взаимодействовал с правительством Новгородской области по вопросу доступа голубого топлива в районы. Если потребуется оценить ход выполнения подписанного соглашения с Газпромом, мы готовы будем в рамках нашего совета, Совета по газификации при Совете Федерации, предложить Газпрому эту ситуацию обсудить. Если все будет идти нормально и все будет выполняться в сроке, ну, мне кажется, каких-то лишних шагов и дополнительного вмешательства в эту историю не потребуется. Кроме того, в выходящем году Сергей Фабричный, как куратор взаимодействия с Министерством юстиции, стал одним из авторов поправки в федеральный закон о госзакупках. Она касается работы учреждений службы исполнения наказаний. Изменение подразумевает возможность учреждениям в СИН поставлять продукцию, произведенную внутри колонии, без торгов. Сейчас внесение поправки обсуждают депутаты Госдумы. Люди, которые отбывают наказание, трудоустраиваются, получают дополнительные деньги, ресоциализация, возможность освоения новой профессии. В федеральной службе исполнения наказаний решается проблема продовольственной безопасности для системы. Ну, а хозяйствующие субъекты, в том числе и новгородские, получают новые гарантированные рынки сбыта. В 2020-м Сергей Фабричный стал участником российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Зарубежные коллеги хотели исключить представителей РФ из состава этого собрания. Среди причин называя внесение поправок в Конституцию и отрицание российской стороной международного права. Однако нашей делегации удалось отстоять свои позиции и сохранить место в ассамблее.